С древних времен люди знали о лечебном воздействии верховой езды на организм человека. Но широкое мировое распространение метод ипотерапии, а именно так называется лечение лошадью, началось лишь в 20 веке. Применяли его для реабилитации раненых солдат. Результаты таких занятий улучшение физического и психического состояния человека. В Чувашии всего несколько лет существует школа ипотерапии. Инициатором ее открытия стала Вероника Култакова, единственный в Чувашии психолог-ипотерапевт. Вероника, скажите, почему в Чувашии так мало таких специалистов? На самом деле процесс ипотерапии относительно сложен. Для этого необходимо квалифицированный подготовленный тренер, инструктор по занятиям, обученный коновод, который хорошо взаимодействует и контактирует с лошадьми. И основная задача на этих занятиях ложится на лошадь, которая подбирается специально для работы с людьми, имеющие физические и психические отклонения. То есть лошадь тоже проходит определенное обучение? Да, есть такое понятие, как тренинг терапевтических лошадей, поскольку психологическое и физиологическое состояние животного будет напрямую влиять на эффективность и результат по окончанию реабилитации. Скажите, а почему возникла необходимость создания школы ипотерапии? Эта необходимость возникла, наверное, по стечению каких-то жизненных обстоятельств и собственного интереса к методам, которые наиболее мягко, наиболее гармонично, безстрессово позволяют людям изменять физическое и психическое состояние. Пассивно сидящий всадник практически сам не выполняет никаких упражнений, но одномоментно он получает более 110 импульсов, что хорошо влияет на спазмированные мышцы, прогревает их. Скажите, сколько в вашей школе посещают детей с ограниченными возможностями и каких результатов удалось достичь за это короткое время. На сегодняшний момент более ста, быть может не точным подсчетом, результаты, они бывают разными. По обращению родителя я стараюсь выявить цели и задачи, которые ставит родитель от этого метода реабилитации, для того, чтобы максимально приблизить мои занятия именно к тому, чего они хотели бы. Бывают случаи, когда мы не ожидали определенных результатов, но слова пошли и ребенок зашагал, быть может только сейчас в стенах квартиры, то есть легкий страх остается во внешней среде. О результатах, наверное, можно говорить много. Тут цель для того, чтобы получить результат необходима именно определенное воздействие. То есть я стараюсь рекомендовать в зависимости от цели и задачи либо два, либо три раза в неделю. Это может быть один или два месяца и есть случаи, когда мы занимались шесть месяцев, есть случаи, когда одиннадцать, вот около года девочка занималась. До тех пор, пока мы не увидим ту картину, которую бы хотели. Вот это волшебство, которое способна делать лошадь, оно, конечно, имеет логическое объяснение. Есть хорошие, интересные работы у тех специалистов, у которых проходило обучение. Есть собственные наблюдения, какие-то интересные работы и собственные практики. Но там, наверное, какая-то мистика и магия происходит, так я говорю, потому что это живой организм. То есть в работе ипотерапии используется лошадь. Акцент идет именно на лошадь. Ее определенный шаг, ее ритмичные движения, ее характер, темперамент имеет главное значение тоже. И она работает. Вот в этих занятиях нам повезло. Так случилось, что мы, конечно, подбирали именно по критериям, которые выдвигаются к ипотерапевтической лошади. И случилось, что мы нашли то, чего хотели по росту, по физике, по психике животное. И много-много изменений, результатов произошло вот благодаря ее спине. Я прямо так и говорю, ты со своей спинкой столько натворила дел хороших. Ну, так бывает иногда. Как все-таки меняются дети? Какие качества, может быть, новые приобретают? Там два фактора при ипотерапии. Биохимические и психогены. То есть на физику и на психику. Причем они параллельно там происходят. Если взять психологический компонент, то доверие к миру, общение с живым существом. Когда оба эти существа нуждаются в любви. Дружба с этой лошадью. Когда ребенок хочет ее видеть, трогать. И он знает, что ему завтра на занятию. Он говорит с родителями о планах на завтрашний день. Если взять фактор физики, то возможность именно баланса собственным телом практически в невесомости. Потому что на высоте ты сидишь. У нас при ходьбе центр тяжести находится в копчике. А когда всадник садится верхом на лошадь, то центр тяжести переходит в девятый грудной позвоночник. И телу нужно проснуть совершенно другую группу, пробудить другую группу мышц для того, чтобы удержать баланс. И преимущество именно ипотерапии в том, что не заставляя ее и не воздействию, создаются такие искусственно приятные условия, когда шагающая, балансирующая лошадь. Ты сидишь в приятном таком покачивании и нуждаешься в воле или не воле держать координацию, поглядывать по сторонам, концентрироваться на внешних процессах. Очень хорошие у нас есть картины с аутистами. Настолько они вдруг выходят во внешний мир, у них появляется новая гамма слов. Даже бывали случаи, когда из слов соединялись предложения. Правописание было изменено тоже в хорошую сторону. Бывают иногда такие ситуации, когда человек, психолог, ректолог, дефектолог, они не могут так глубоко воздействовать. А вот лошадь, оно такое существо, рождено природой, таким красивым, грациозным. И тянешься к нему, и хочется вот видеть вновь и вновь. То есть ребеночек, он выходит во внешний мир, он видит там природой созданную красоту и взаимодействует с ним, хотя, быть может, с людьми, есть настороженность. А вот лошадь такой партнер, такой тренер, это такое связующее звено с внешним миром. Вероника, насколько я знаю, люди с ограниченными возможностями занимаются благодаря средствам, которые выделяют благотворительный фонд или сами родители платят. А вот по программе «Доступная среда» какие возможности открываются? Да, в нашей Чувашской школе ипотерапии мы практикуем такое направление, как конный спорт для людей с ограниченными возможностями здоровья. На сегодняшний момент мы выезжали два раза на соревнования, оба раза приносили нам призовые места. И я предлагаю уже следующий уровень жизни, когда ты становишься спортсменом. И там тренировки, они поставлены немножко с другой задачей, потому что тут необходимо самому всаднику уже управлять лошадью. Но оно положительно влияет, и у них появляется мотивация, желание жить, заниматься собственным телом, потому что им нужна физика для того, чтобы управлять лошадкой. И приезжать на тренировки не в зависимости от погоды, поездки. Ну и, конечно, огромная радость от участия в таких красивых праздничных соревнованиях. И в этом году мы разговаривали с Минспортом о том, что в 2017 году включаем в планы проведение фестиваля по конному спорту для людей с ограниченными возможностями. Скажите, а вот метод ипотерапии, он как-то законодательно оформлен на сегодняшний день? Я, насколько знаю, уже не первый год поднимается вопрос о том, что есть необходимость юридически, законодательно ипотерапевтов лицензировать для того, чтобы люди имели возможность попадать именно к качественным, квалифицированным специалистам. Чтобы человек, пройдя курс реабилитации, получал результаты. Данный метод, он не подразумевает работу именно с детьми или работу с наличием диагноза. Этот данный метод, он практически для всех и для нас с вами тоже подходит, когда есть необходимость повоздействовать на организм. И вот мне очень-очень интересно именно получить результат при работе с более старшим возрастом. Вероника, спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию. Будем надеяться, что любой, кому будет необходима ипотерапия, у него будет доступ к этому. Наша передача подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»